Всего в столицу Кыргызстана прибыли представители 18 стран. Шестеро из них – полномочные послы, другие тоже занимают высокие дипломатические должности. Все они составляют исполнительный совет ООН для семи агентств, среди которых ЮНИСЕФ, ЮНВИМЭН – организация, выступающая в защиту прав женщин и другие. Наша основная задача – оценить работу агентств как страны-члены, потому что ООН – это 193 страны-члены, которые являются основой системы ООН. Делегаты уже встретились с премьер-министром республики и обсудили текущие дела и проекты. Глава Кабмина подчеркнул важность сотрудничества нашей страны и ООН и отметил, что ни одна страна не может в полной мере реализовывать глобальные цели устойчивого развития самостоятельно. В связи с чем он выразил необходимость тесного сотрудничества с агентствами ООН по их реализации. Кроме того, премьер-министр отметил важность взаимодействия в сфере мировой экологии. Кроме того, в 2017 году мы планируем провести саммит по снежному барсу, который также позволит нам объединяться мнениями по сохранению экосистемы в мире. Оценивать прибывшие делегаты будут уровень и качество работы организаций и их взаимодействие с ООН и правительством Кыргызстана. А после представители ООН намерены дать рекомендации по дальнейшей деятельности. Подобные визиты делегация совершает ежегодно. На этот раз жребий пал на нашу страну. Почему Кыргызстан? Потому что Кыргызстан имеет очень тесное сотрудничество с ООН. В Кыргызстане на сегодняшний день функционируют 14 агентств ООН. Они работают по таким направлениям, как образование, здравоохранение, обеспечение продовольственной безопасности и другие. За время сотрудничества с Кыргызстаном было реализовано множество проектов. Мы примерно посмотрели, с момента обретения независимости по линии ООН нам было оказано помощь свыше 500 миллионов долларов США. В завершение встречи премьер-министр Сорун Байджинбеков выразил благодарность членам делегаций исполнительных советов ООН и отметил, что при разработке последующих стратегий устойчивого развития Кыргызской республики будет сделан акцент именно на адаптацию их к целям устойчивого развития ООН. Олеся Цурикова, Амана Матуулу, Новости телевидения «Пирамида».